Сибирская аграрная неделя собрала на одной площадке десятки аграриев, представителей федерального правительства и губернаторов сибирских регионов. Делегацию Алтайского края возглавил Виктор Томенко. Для будущего урожая этот год был непростой, но справились, отметил глава региона. Даже с такой погодой, которая 30 лет назад привела бы, наверное, к коллапсу, я думаю, удается справляться и достойно выходить по валу, по объему. В целом у нас в Сибири такая сложилась непростая погодная, в первую очередь, обстановка в этот полевой цикл нашего года, что практически везде был введен режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Сейчас по всей Сибири завершается уборочная кампания. И да, она непростая. Залог успешного развития сельского хозяйства не только упорный труд, но и обмен опытом. Кстати, в сельхозсфере Алтайский край в числе лидеров. Есть что рассказать и чем поделиться. Урожай практически на сегодняшний день убран. Он заметно превышает уровень прошлого года в целом по Сибири и в нашем каждом конкретном сибирском регионе. Это, конечно, результат неимоверных усилий, большого высокого профессионализма наших сельхозтоваропроизводителей, наших аграриев и, конечно, их вооруженность, доступ сегодня к современной технике и технологиям. За последние несколько лет в нас регионе появилось внушительное количество новой сельхозтехники. И это дает неплохой результат. Только в Алтайском крае за последнюю пятилетку приобретено почти 2000 новых тракторов, более 1300 зерноуборочных комбайнов и 1000-1000 единиц другой техники и оборудования, столь необходимые для ведения работ. В крае в Алтайском 600 зерносушилок и крупных мощных сушильных комплексов было приобретено и создано за последние годы. Кроме того, губернатор региона Виктор Томенко отметил алтайские машиностроительные предприятия, которые представили свою спецтехнику на выставке. Такая техника – большое подспорье для аграриев не только Сибирского федерального округа, но и по всей стране. Татьяна Голубева, Мария Костолева, День Столка.